Теория о мираже Идти на полной скорости до тех пор, пока погода ясная Это главный момент Причины этого также связаны с тем, что такие суда для перевозки эмигрантов, как Титаник Длинные, узкие, с ходовой частью позади кормы Обладают максимальной маневренностью Когда идут на полной скорости Чем быстрее скорость судна, тем оно маневреннее И если судно идет на полной скорости И погода ясная На судне успевают вовремя увидеть любое препятствие и обойдут его Это практика, которую вырабатывалось десятилетиями Крайне низкая смертность на Трансатлантике показывала, что практика работает Титаник стал исключением Продемонстрировавшим недостатки в таком подходе Мы говорим о маневренности Скорости Ясных погодных условиях Много говорилось о том, какой спокойной была погода в ту ночь Океан был спокоен, словно мельничный пруд Ярко сияли звезды, ясно был виден горизонт Можно было даже видеть, где звезды исчезали за горизонтом И хотя Луны не было, не было дополнительного света Все равно была уверенность, что при такой погоде видимость не ограничена Распоряжение капитана было идти на полной скорости Из слов Лайтоллера мы знаем Что вечером капитан зашел на мостик, чтобы проверить обстановку Обычно капитан оставляет распоряжение на ночь для команды и ожидает, что они будут следовать им Ему не нужно было появляться на мостике, чтобы проверить обстановку Но капитан Смит это сделал Он отметил, какой спокойной была погода И вместе с Лайтоллером они согласились, что погода ясная Поэтому нет нужды менять ранее отданные ночные распоряжения И когда капитан уходил с мостика, он отметил В случае возникновения любой сомнительной ситуации, зовите меня Я думаю, что следующие события продемонстрировали, что капитан имел в виду погоду Если погода начнет меняться, перестанет быть такой ясной, сразу дайте мне знать Потому что в этой ситуации капитан скорректирует свои ночные распоряжения команде Может даже снизит скорость Отсюда возникает вопрос, действительно ли погодные условия были ясными Английский исследователь Тим Малтин решил изучить этот вопрос И подойти к нему с метеорологической точки зрения Что он сделал? Он изучил материалы в Англии, Германии, Франции, США, везде, где только мог И собрал погодную информацию со всех судов Которые проходили через этот регион в то время Он собрал данные о температуре воздуха и воды Он также собрал данные об атмосферном давлении в ту ночь Затем он проанализировал полученные данные И то, что он обнаружил, оказалось прямо над тем местом, где Титаник столкнулся с айсбергом Произошло столкновение атмосферных фронтов Холодный фронт столкнулся с теплым фронтом И это случилось, возможно, при самом большом когда-либо зарегистрированном атмосферном давлении Эти условия привели к возникновению так называемого миража или рефракции И это то, что я лично видел неподалеку от побережья Ньюфаунленда Когда отправлялся в экспедицию на Титаник Эти миражи видны невооруженным глазом И днем их легко увидеть Так как то, что вы видите на горизонте Отразится над горизонтом в перевернутом и искаженном виде Ночью же его можно увидеть как несколько слоев огней Если взять, допустим, пассажирское судно с одной ярко освещенной палубой То из-за миража оно будет выглядеть как многопалубное Оно может выглядеть как большой пассажирский пароход, хотя на самом деле является небольшим судном Это явление сыграло свою роль во многих эпизодах катастрофы Титаника Особенно в истории с Калифорнией Не хочу на этом сегодня подробно останавливаться Но я бы хотел сказать, как мираж повлиял на горизонт Он также отражает реальный горизонт вверх ногами И фальшивый горизонт появляется над реальным горизонтом Ночью он фактически поднимает горизонт Тебе кажется, что ты наблюдаешь реальный горизонт И без каких-либо ориентиров, таких как здания или огни Просто океанская поверхность Тяжело отличить фальшивый горизонт от настоящего Мое мнение, что мираж, о существовании которого можно говорить благодаря материалам Тима Малти Существовал в том месте и создал фальшивый горизонт Поэтому, когда айсберг появился на горизонте Он располагался за миражом Передсмотрящие не могли увидеть его до тех пор, пока он не выплыл из миража Это случилось очень близко Остальную историю мы знаем Ночью очень трудно увидеть признаки этого явления Если ты знаешь, что оно там, ты можешь распознать реальный горизонт Айсберг находится словно под занавесом И приближается все ближе Ты можешь попытаться разглядеть очертания айсберга между двумя горизонтами Либо объекты сольются друг с другом Либо ты просто не поймешь, что именно ты наблюдаешь Но если ты не знаешь, что там мираж Ты можешь просто решить, что вон та линия это и есть горизонт А все, что находится ниже, будет будто находиться под водой Все это в итоге привело к тому, что миражу удалось скрыть реальный вид айсберга До такой степени, что впередсмотрящие не могли распознать его до последнего момента На расследовании этот момент тоже хотели объяснить Возникла теория о черном айсберге Лайтоллер предположил, что этот айсберг перевернулся совсем недавно, поэтому был темным Но он таковым не был Рулевой Роу, находившийся на корме, увидел прошедший мимо кормы айсберг Он подумал, что это парусник с установленными парусами Айсберг не был черным Это стало общепринятым мнением, потому что таково было объяснение Лайтоллера Почему впередсмотрящие не смогли увидеть айсберг? Но нет ни одного свидетеля, говорившего «Я видел его, это был черный айсберг» Все, кто его видели, говорили, что это был просто айсберг Они знали, что это стандартный айсберг И отсутствие описания каких-то аномалий в его внешнем виде Свидетельствует, что это был обычный айсберг Его описывали одинаково как пассажиры, так и опытные моряки Что приводит к мысли, что айсберг был привычного белого цвета, каким мы привыкли их видеть Поэтому единственное объяснение, почему обычный айсберг не смогли заметить вовремя Это потому, что он был замаскирован миражом Попытки объяснить, почему айсберг заметили так поздно, предпринимались и вперед смотрящими на расследование Они упоминают о некой дымке, о которой раньше никто не говорил Никаких признаков ее наличия Очевидно, что ни Лайтоллер, ни Смит не видели никакой дымки, когда они обсуждали погоду Думаю, что и Мердок предпринял какие-либо активные действия, если бы появилась дымка Так как он действовал по тем же инструкциям, что и Лайтоллер Дымка и черный айсберг То, что смогла предложить команда, пытаясь найти причину тому, что иначе они объяснить не могли Почему же я не увидел айсберг раньше? Я должен был увидеть его раньше, но он все равно появился неожиданно Лайт говорил, что айсберг выглядел как два стола, поставленные друг на друга Что ж, это довольно большие размеры для объекта, которые вперед смотрящие должны были увидеть Даже имеется свидетельство, подтверждающее выводы Малтина о границе между двумя фронтами После того, как Титаник затонул, полковник Грейси, который был в воде, упоминает о дымке, поднимающейся с того места, где Титаник ушел под воду Эта дымка ударилась от температурную границу и не пошла выше, а стала расстилаться вдоль него словно гриб Получается, что они находились прямо под этим явлением, прямо в том месте, где мог образоваться мираж Так что я считаю, что причиной катастрофы стала не скорость при приближении к ледовому полю Я считаю, что экипаж упустил одну маленькую деталь Хотя погода и была ясной, она была обманчива Команда считала, что погода ясна, однако она таковой не была И это главная причина катастрофы На самом деле, мираж — это довольно известное явление вдоль восточного побережья США Особенно в районе Больших Банок Я сам его видел Рыбаки, отправляющиеся из Сент-Джонса, были знакомы с этим феноменом еще до отправления Титаника Это не новое явление Сегодня мы можем объяснить, что его вызывает Они же не могли знать, как это называется Но они знали, что оно существует Поэтому экипаж Титаника мог знать о миражах Но сомнительно, что они ожидали его появления в том рейсе Не думаю, что у них были причины сомневаться в том, что они наблюдали собственными глазами